Здравствуйте! За окном новый солнечный день. Небольшая облачность, но погода великолепна. И я, разглядывая цветочки, как обычно поутру, что произошло, что распустилось, что пробилось из земли, ломало голову. Передо мной выбор – возить дровишки или отправиться в дальний лес, где у меня остался суэль. Веська склонилась ко второму, а Веська запечалилась. Вот действительно, ведь собаки, они же телепаты. И Весья знает, что в дальний лес ей не пойти со мной. Да, зайка, останетесь дома с Бонифацией. Нет, 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 боюсь я тебя туда брать. Можешь заблудиться. Потому что бывали случаи, когда кое-кто гонялся за лосями. Нет, 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 никакого доверия. Слишком-то недорога моя хорошая. Да, дальняя дорожка предстоит. Дровишки лежат, никуда не убегут. А бросать такую драгоценность, как я спилила, но не дотащила с большого веса, и груза, мне бы не хотелось. Зайка, ну сейчас немножко погуляешь со мной на улице, а потом останешься здесь. С косточкой. Да, да, да. Ну и Боньке будет повеселее. Хотя ему и сейчас, по-моему, не скучно. Свернулся к клубочкам и смотрит в сны. Ой, чертяка, я про тебя. Ладно, притворяйся дальше. А я быстренько собираюсь и отправляюсь. Сегодня обещаю 20 градусов тепла. И надо вернуться, пока еще не слишком жарко. Ой, а ведь совсем не давая весь снег лежал. Да, и он стаял. И зеленеет трава. И к дальнему лесу скоро через поле будет не добраться. Уж больно там она высоченная. А потому готовимся в дорожку. Так, а меня уже ждут у калитки. Ай, бедная Ильичка. Как же я не хотела с дома оставаться. Раскачать побыстрее, пока ее нет. Все, идем, идем, идем. Тихо идем. Радик, говорю, уже тихо. Все, побежать. Ну, 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 ну. Все, все, все. В стекло стучится. Ладно, надо уходить. Всегда, поднявшись на горку, остановилась полюбоваться на красоты. Да, пейзаж здесь просто потрясающий. Эх, все зеленеет, все расцветает. И скоро уже исчезнет пожелтевшая трава. Пробивается зелененькая. Бедная Веська. Как же она опять ломилась в окно, прыгая на моей кровати. Ах, ладно. Надо побыстрее обернуться. Хотя, путь не близкий. Ну, что ж, постараемся срезать. Как получится. Мы одолели первый лесок, вышли в поле, и я обомлела. Так, начался великий жор. Конечно, очень красивые жучки. Но что после них останется от ольхи? И они повсюду. Кошмар. А, еще каких-то червяков наверняка. Личинок отложат. Ой, не знаю, что за напасть. Нет, смутаться-то не замечательно, но деревья жалко. Эх, и остальные в таком же состоянии. О, трио. Да, оригинальные украшения, но лучше бы их не было. До брелли, до бобровых каскадов. Вон, водичка блестит в лучах утреннего солнца. Ну, а там я отдохну на обратном пути, когда станет жарко. А тут на деревцах та же самая напасть. Правда, поменьше жучков. Но они есть. Я их заметила также на листочках березы, на иве. Ой, может, они совершенно безвредны. Но, тем не менее, как-то это все настораживает. Интересно, во что через некоторое время превратится этот молодой лесок. Махали полпути. Остановилась на цветущей иву полюбоваться. Эх, скоро падут красивые сережки. Появятся зеленые листочки. Кто-то же учил, по-моему, нет. Ну, вот, все нормально с ольхой. А то место, куда я отправляюсь, уже появилось на горизонте. Ох, сколько еще топать. И сейчас будет высокая трава с клещами. Среди болот. Самый противный участок. Ну, дальше лес и будет проще. Занесло Радика. Он на тех корях скакал. Что ты там забыл, пес? И так кучу шерсти на себе таскаешь, еще и мочить ее. Так же тяжелее идти. Ой, ладно, потопали. Только чур лосей не гонять. Чтоб тишина и покой. Как мы в прошлый раз с Карькой вдвоем сходили. Все было спокойненько, чинненько, благородненько. Ай, вперед через болото. Ну да, нахватывала. Берегой. Ой, как же я их не люблю, а. Ладно, дойду до опушки, а там стряхну всю эту пакость. Остановилась полюбоваться на несчастную рябинку. Видно, падало старое дерево, надломило ствол. Торчат корни. Но ведь повсюду пробиваются новые побеги. Возможно, они укоренятся, и каждый станет самостоятельным деревцем. Как знать. Жизнестойкость природы. Красота. Стараюсь идти не по той дорожке, что раньше, а по иной. Ну, всякий раз, когда уходишь от прошлого маршрута, находишь что-то новенькое. А вот и папоротник. Так, маленькие спиральки, которые будут разворачиваться и превратятся в великолепное растение. А у меня под ёлкой они ещё распускаться не собираются. И повсюду ярко-зелёные листочки кислицы. О, скоро она зацветёт розоватыми, беловатыми цветочками. Будет на что полюбоваться. Её здесь целые поляны. Видимо-невидимо. Так, дальше должен быть и ручей, но затем подъём в гору. И где-то там я спрятала свой сумель, который не взяла в прошлый раз. Приднул через ручеёк, и здесь полным-полно лосиных следов. Ну, собственно, как и в лесу. Ага, да. Животные тяжёлые проваливаются глубоко. И тут скоро распустятся калужницы. Ну, сколько здесь кустиков. Вот первый цветочек. Наверняка раскроется сегодня. И под наклонившейся елью чья-то нора. Ну, что ж, пойдём дальше. Поглядим, что ещё любопытно. Вот ещё одна рябинка. Ну, эта-то уже свой век отжила. А, ну, зато какие дуплышки. А я сегодня только с ножом. Без ножовки. Сегодня главная задача – это доставка. Ну, надо будет местечко-то запомнить. Бурелом, поваленные ели с громадными корнями. И дальше тоже, судя по всему, лесов повал. Ну, не в том направлении. Ещё можно пройти. Да. Хорошие деревца. Надо будет сюда опять же наведаться. Ну, уже, скорее всего, только осенью. Ну, вот. Первые цветочки. Это значит, что я уже почти подошла к тому месту, где я оставляла свою добычу в прошлый раз. Азель только что разлеглась послушать кукушку. А я подошла к замечательным растениям под названием недуница. Ну, обычно она жёлтая бывает. А ещё попадается вот такая тёмная. С очень красивыми цветами. Фиолетовая, тёмно-сиреневая оттенка. Но, в отличие от моей садовой, у неё совершенно другие листики. Она более рослая. Вот полянка просто очаровательная. Ладно. О, целые заросли цветов. Это значит, я уже почти на месте. Где-то здесь, в этих дебрях, оставлена моя добыча прошлого прихода. Покружим, поищем, погуляем. Подошла к старой сваленной берёде. Визияет вот такое глубоченное отверстие. И с удивлением обнаружила. Крохотное гнёздышко. Вот интересно, кто мог в таком месте его построить. Видимо, совсем небольшая птичка. Любопытно. Надо будет некий показать. Да, лес повал тут огромный. И обугленные древеса. Здесь кто-то жёг костёр давным-давно. Ну, не иначе, как охотнички. Так. О, вижу чагу. Но чагу на ольхе. Удивительно. Она до крайней редко встречается на этих деревьях. Обычно на берёзах. Ладно, ещё погуляем. Вот и моя заготовочка. Да, как-то быстро её нашла. Но гуляться не успела. Буду полагать, что она стала несколько посуше и полегче. Да, уже прогресс. Ну что ж, Карька, пора усвоясь. С грузом по такой пересечённой местности особо не пошляешься. Ну, к тому же вестька одна. Ну, как одна? С бонифацией. Но ведь надо же её как можно скорее выпустить на волю. Как любит Азель-то по стволам скакать, а? Красавица. Азель обнаружила нечто интересное. Не особо лицеприятное. Но чьё бы это могло быть? Хм. А не Мишка ли гулял? Ни у кабанов, ни у оленей, ни у косуль. Подобного не наблюдается. Так. Хм. Любопытно. Своей нелёгкой ношей спустила скручью чуть севернее, чем вошла. И вот обнаружила два водоёма, существование которых Ника, вероятно, ещё и не подозревает. Почти правильной формы. Иначе когда-то это были блиндажей. Хм. Надо будет ей показать непременно. Так, Каре, не надо. Не лази туда. Ну, Фрадик всё исследовал вокруг. Ладно. Рюкзак на плечо. И отправляюсь дальше. Однако увеситая штуковинка. Всё. Я дома. Да, пёрла. Ой. Да уж. Единственное, что меня по дороге выдушевляло потёжки у рюкзака, так это то, какая забавная может выйти безделушка. Взмоклая, как загная лошадь. Ну, ей-богу. На солнышке жарковато, а в лесу ещё тени не особенные много. Ой. Расправила плечи. Ну, что, надо открывать избушку. Смотреть, что там творится. Ага. Надеюсь, что всё хорошо. Ну, что, всё нормально. Ну, тут немножко пошуровало. Ничего страшного. Есть-то какое ещё, что-то со мной не ходило. Столько плечей. Фу. Всё. Снять одежду. Осмотреться. Да. И к Нике зайти. Похвастаться. Конька, пойдёшь гулять? Пойдём. Умывашка. Выспался. Ой. Ну, молодцы. Только кровать перевернули, ничего не натворили. Впрочем, рассаду-то в теплице. Ё. А мне ж теплицу ещё открыть надо. Ах. Побежала. Я понимаю, Веся засиделась в избушке. Но у Кари-то откуда порыть? Хм. Как будто бы она не породилась со мной здоровей на километраж. С ребятами пообщались недолго. Они собираются в Вязьму. Хм. Как всегда. Некак знакомым бабушкам за цветочками. Идём как закупать какие-то недостающие детали. Ой. Я намерена сегодня добить корзинки. Доплести все, что остались. И заняться совершенно новыми делами. Соскучилась. Действительно, соскучилась по вырезанию по дереву. И раз уж сувель принесён, значит, пора переключаться. Впрочем, кое-что я сделать уже успела. Ну, так, по два часа вечерком. После трудов на огороде и прогулок в лес. Ну, вот это всё уже можно применять. Ники на кашпо. Одну уже перекочевала в савейный долг. Три корзиночки. И кое-что ещё осталось в избушке. И вот сегодня я хочу разобраться уже со всеми этими изделиями. Маленькая корзиночка. Последнее кашпо, шаблоном которому послужила принесённая некая ведёрочка. Ну, и ещё пара корзинок. Одна с ручкой, другая без. Объяснять, наверное, что и как будет проще. Для тех, кому это интересно. Ну, вот в таком изделии. Ну, а что до корзинок с ручкой, то тут немного отличается. Просто начинать подплетение надо будет с ручки, а затем уже всё то же самое, что и здесь. Ну, а для начала принести прутиков и приступить, подготовив инструмент. А тут он немногочислен. Нож, можно стамеску взять и секатор или когтерезка. Эх, хорошо на улице, но надо со всем этим разбираться. Чем я и намерена заняться в данный момент. Всё необходимое принесено и можно приступать. Высыхая, прутики, естественно, уменьшились в объёме. И корзина стала шаткой и ненадёжной. Поэтому надо постараться как можно больше, надавливая пальцами, ну, естественно, обеими руками, а не одной, как я сейчас, сместить все прутики к низу. А вот сюда, так же, как мы делали стеночки, перевить между стоек принесённые прутики. Но потребуется длинненьких 3-4 штучки, в зависимости от того, насколько хорошо были уплотнены ярусы, которые мы пробивали, когда плилась сама корзинка в начале. Ну, и разумеется, убрать все ненужные веточки, оказавшиеся внутри. Они тут совершенно ни к чему. С этого и начнём. Сначала секатором отрежем всё лишнее, ну, а потом заполним брешь, образовавшуюся при сушке. Ладно, приступаем. Ну, вот, удалено всё ненужное. Подровняла прутики с тем, чтобы их окончания были такими же, как эти, которые мы вплетали в начале. И находим самый первый прут, с которого начинали оплёт кубковин. Один более коротенький из принесённых будет фельдшироваться вот за эту стоечку. Следующий пойдёт вот сюда. И таким образом заполняем всё оставшееся пространство после того, как сместим все веточки вниз. Ну, 3-4 прута потребуется. Уж не знаю, как оно пойдёт. Но, тем не менее, попытаемся. Ну, мне для оплётки верхней понадобилось 3 прута. Четвёртый пойдёт уже на другую корзинку. Но, когда вплетаешь последний, то возникает небольшая проблема. Острые грани оплётки, которые мы начинали обвивать вокруг обода в самом начале плетения корзины, начинают вот таким вот образом снимать кору. Ну, я просто беру обрезок палочки и вставляю так, чтобы образовался достаточный зазор с тем, чтобы этого не происходило и прутик оставался покрытым корой. Ну, в принципе, конечно, можно вообще прути очистить, чтобы с ними подобного не происходило. Но тогда их надо использовать как можно быстрее, потому что они становятся безболочки крайне ломкими. Ну, настоящие мастера обычно или вымачивают, или даже варят прутья. Я этим не занимаюсь. Поэтому вот такой вот маленький ноу-хау, не слышала об этом, сама придумала, можно применить. Сейчас доплету последний прутик и начну обвивать вот эти вот стоечки, равно как и обод поверх корзины. Это нужно для того, чтобы корзинка была более прочной, устойчивой и долговечной. Для подобной оплетки, которую, в принципе, можно и не делать, необходимо 12 прутиков по числу стоек. А их у нас было ровно 12 в моём варианте. И вот таким вот образом вставляется первый прут. Через стойку упускается, а рядом возникнет очередной. Однако следует учитывать, что брать количество прутев следует с запасом, потому что ломаются. Что ж поделаешь, и у нас тут не белое. Сейчас закончу возиться с этим вариантом и покажу, что должно получиться после первой завивочки. Вышло нечто похожее то ли на медузу, то ли на солнышко с лучами, как малыши обычно рисуют. Я продела подобным образом все 12 прутиков и снова взяла за первый, протягивая его точно так же, но уже по второму разу. Ну, разумеется, с остальными предстоит проделать то же самое. Ну, а затем можно заканчивать, и получится подобный вариант. А что до корзинок с ручками, то тут все то же самое, но начинать следует конкретно с ручки. Взять два прутика и в дефах, там, где мы их крепили, переплетая для того, чтобы образовалась возможность носить корзиночку, по одному доплетаем, поскольку иначе все это немножко гуляет и тоже такая хляпкая и ненадежная. Если есть желание, затем можно выполнить подобное. Ну, так что с корзинками пора заканчивать, но может кому-то на следующий год начинать, если возник интерес. Появились уже зеленые листики на ветках. Ей-богу, мне уже неприятно со всем этим заниматься. Главное сейчас те веточки, которые у меня останутся, если они останутся, утащить куда-нибудь подальше и посадить во влажную почву, так, чтобы ива продолжала расти. Ничто не должно пропадать без дела. Ох, выйти на улицу, посидеть немножко на солнышке и продолжать, потому как конца краю не видать, а хотелось бы со всем этим разобраться поскорее. Закончила вторую корзинку, выбралась на крыльчика, потому что долго в такую погоду усидеть в избушке, ну, это нереально. Ох, плоды утренних трудов, да. Еле-еле тащила. Хотя уже, кажется, что-то было давным-давно. А тут цветочки, бабочки. О, что бы это значило? И ландыши. Весь ландыши, которые полезли на кирпичи. Ну, что, что-то скоро будет сложно ходить. Ничего себе. Выросли. Когда-то в детстве меня всегда поражали корни тополя, прорывающие сквозь асфальт. Вот уж действительно силы жизни. Ну, там деревья, здесь цветы. Тополей у нас в деревне вообще нет. И распустились очередные нацисы, которые моментально поникли под тяжестью собственных соцветий. придется лезть, подставлять опоры. Ну, а тут уже пошли пиончики. Растут буквально не по дням, а по часам. Сорняк, про который мне говорили. Нет, жалко мне вас пересаживать. Ну, вот то, что размножилось по воду, вероятно, перетающим ближе к ручью. А пока пусть порадует. А, лесу еще вовсю цветет печеночница. А тут полезны молодые листочки, но лепестки опадают. Солнечное место. Интересно, на следующий год насколько скоро они возникнут из-под снега и порадуют меня новыми цветами. А, Никина примула, которая будет дальше расти и хорошеть. Ой, здорово на улицу. Но надо возвращаться в избушку и продолжать работать. Утомленные собаки. Ну, ты ведь не устала, в лес не ходила. Залегла. Да, солнышко пригревает. Уж не знаю, сколько подвол лучами, а на градуснике в тени плюс 22. Надо же почти летом. Пора продолжать. Надеюсь, что скоро управлюсь. Только домой собралась зайти, как возникла Алехандра. Вообще-то была Алехандрой, но на стриме порекомендовали звать ее именно так. Ну что ж, Алехандра это звучит гордо. Так, в избушку я, естественно, не приглашаю. Оставайте, сваляйте, дурака, но только не на клумбах. Хвостатик, что-то поздновато сегодня заявилось. Я искал новую дырку под забором. Да, да, это мой сувель, с которым я буду работать в ближайшее будущее. Ладно, развлекайтесь, я пошла корызинками заниматься. Ладно, только не головаться. Только что отнесла куром гранду и, возвращаясь, мой взгляд упал на Бонифация. Ой, зайка-пайка, милый котик, разлегся в тенечке, бабочек не ест, цветы не ломает. Вот интересно, пока я тебя не видела, сколько ты успел нашкодить? Что, хватит лягушек проверить, как у них там с инкубатором. О, да, целые россыпи. Господи, сколько же появится гололастиков. Интересно, когда у них нерест прекратиться. Ой, все цветет. Скоро распустится черемуха. Обычно, как я помню, она начинает свисти между первым и девятым мая. Ну вот, еще не закончился апрель, а полным-полно бутонов. Да, дружная весна получилась в этот раз. Хоть и поздняя, но дружная. с каждым днем все больше цветов. Возможно, завтра я увижу первые примолы. И те, которые мне Ника подарила, посаженные в прошлом году. Распустили санимоны, что я принесла из леса, та самая дубравница. Вот-вот появятся бутоночки, которые раскроются. и я, честно говоря, уже не помню, каким цветом будет этот кустик. Весна. Прекрасная весна. Ну что ж, день прошел насыщенно, много еще предстоит. А пока всем всего хорошего. Увидимся вновь. До свидания. Редактор субтитров